я надеюсь он не заминирован всем привет мы уже напились вина много украинских товаров вас вас тарас просто шик предлагали 150 тысяч долларов за вот эту бутылку вина так друзья всем привет это влог мы приехали в винный музей крикова тут музей с подвалами с погребами под осиновинниками конечно только он пить не будет вот тут с пробой вина экскурсия вроде как проходит на машинах на как она называется на скутерах либо на мини-автобусах посмотрим но мы пытались записаться вчера нам должны были перезвонить никто не перезвонил мы решили приехать вот с утра с десяти и узнать ах ты ж козюлька и узнать если сейчас место на экскурсию потому что там надо на разные группы записывать сейчас все узнаем нам бы экскурсию там у вас есть дегустации и обеда мы вчера пытались заблокироваться но нам никто не скинул mail но есть и на 10 на сейчас на наш попозже хотим не на 10 просто до без дегустации 12 дегустации но мы можем просто и там на территории есть ресторан да то есть мы можем либо здесь пообедать после экскурсии надо два часа будет идти либо поехать в торговый центр сразу часто в торговый центр смотри со звездой как под давай фотографируй только надо в другой стороне пуша свет пересвет становитесь зашли пока магазин local пока есть время нам еще ждать это час двадцать эти посмотрим местные цены напомню что евро 20 лей 1 евро 20 лей в принципе вот там кока-кола например меньше евро стоит за полтора литра много украинских товаров всякие орешки линк чипсы продукты соуса причем здесь овсянка обычная вот 30 центов да не сколько это будет сколько 400 грамм 13 лей 70 центов за упаковку масло оливковое 10 долларов 7 долларов тушенка по доллару то есть по евро по 70 центов по евро 20 паштет украинский украина одесская область тарутинский район грудка куриная в желе вот такие вот тут продукты это не сам кишнев это за кишневом макароны тоже по 8 по 80 центов за упаковку по полтора евро вот такие цены булгур гречка вот цена на гречку меньше а ну как раз да 1 евро за килограмм рис 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 такие вот цены торчен домашние продукты хлеб молочка в целом почти везде цены одинаковые тут зависит только от определенных продуктов и производителей то есть от этого отталкиваться и цена отличается где-то дешевле местные производители где-то дороже печеньки разные посмотрим почем там мясо овощи а мяса тут нету мороженое палочки креветки рыба а вот курица украинская украинский производитель бедро куриное 60 лей килограмм 3 доллара слушайте вы дешевле хотя в ашане тоже такая же цена за куриное бедро тоже где-то 3 2 4 доллара за килограмм грудка 5 долларов за килограмм в ашане в румынии так что будем гулять а потом пойдем уже на экскурсию я взяли флинт квас просто вкус детства черный квас квас тарас просто шип все едем на экскурсию все отправляемся на электропоезд будем грузиться и ехать по гриба погрибы 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 подосиновики погрибы погрибы да ягоды свинным ароматом погрибы весело 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 тебе я уже на полотенце взять наручился не вновь все уже холод все уже холодно я помню, что к министерству холодно, конечно атмосферу подземного города я предлагаю вам фотографии чтобы не залеживаться холодно я уже больше вам расскажу уже в кинотеатре там теплее наверное это заметили название улиц так обороне думали ли вы, что более 80 метров по земле будете смотреть? нет есть такая возможность сейчас у нас есть и кинотеатр у нас даже церковь здесь тоже посетим же в чужих нашего города национальную коллекцию а потом погоди делаем фотографии фонарики тут да, тут фонарики светлые надо быстро зачем делать? да сейчас и к кинотеатр да смотри как раз и глаза у вас я добрая? а пока я добрая а теперь пьем козировка что это? искушение? наслаждение? животворящая влага? кровь богов или может быть образ жизни честь культур втайне готовить свое чудесное вино к несчастью враги прознали о неповиновении и казнили его люди были потрясены таким злодеянием с тех пор они свято хранят память о монахе и до настоящего времени живо предание о том что сама скала издает звуки напоминающие стоны монаха недаром место носит имя Крикова которое происходит от прославянского слова Крик Крик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это коллекция редких вин Здесь более 2000 вин, которые не подлежат продаже Потому что это наследие страны и данного винзавода Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 56-й, 53-й А там еще более редкие экземпляры Субтитры создавал DimaTorzok То есть тут частные коллекции еще находятся? Да, я думал, что это коллекции этого винзавода И коллекция завода, и частные карты А, тут еще и коллекции, то есть походу на той карте были все, кто коллекционировали здесь, держали на хранении вино, получается, да? Не знаю Именно производители этого года урожая Как я уже говорила, уже здесь цена не в вине, хотя многие говорят, что это вино еще живое, поверьте, ну, так... 150 тысяч долларов... Оно жидкое еще или уже нет? Оно жидкое, наверное, жалейное Ну что, бутылки, оно же там не испаряется, многие спрашивают, оно даже снимается... Предлагали 150 тысяч долларов за вот эту бутылку вина Это самая редкая бутылка вина в данной коллекции в этом... на этом заводе, да? Да Плесень Либо пыль, либо плесень, либо грибов какой-то Вот пыль, а вот плесень Или гриб Да Ну, конечно, огромная И тут тоже не еще... вот напись Ну, поднайдается вот эти цифры все важные Номера полочек Номера полочек Номера полочек Ну, это... Василиса А это бабушка И дедушка И дедушка И вверх ничего не в бокал А вы коллеги как пересекаете Мы все Вот Горелия указывает На Тоже, что бокал На половину полу Премьерная Да Это когда хозяй наливает воздельный бокал своему гостю Видит отъезд Но вы знаете это только в теории На практике Один бокал За столом Уверит Упорот В обороте, в обороте, на самом деле, намного больше, чем за столом. А тут другая. Давайте договоримся так. Если, как здесь, не накрыт, то здесь, потому что... Позвольте, пожелайте вам, запомните, существующие подвалы, обилий медали за замечательный минус. Если для этого не хватит медала на дне, обилийте заставить, чтобы не было. Большое спасибо работникам сельского хозяйства. Есть направление, и вы идете уже по этим отражателям. Это легко, точно не забудьте. С левой стороны у нас другая карта. Это производство вина. Как делается поэтапно? Все, настаивается и пробуется. Дегустация. С левой стороны, потому что я здесь, и в нем удалось есть. Я уже с вас сыгры. Водрал, два, три. Те, которые не есть, вы глядете, как садятся. А вот с чего начинай? С белого или с игристого? Нет, с игристого. Вы же рыбки лучше с игристого. Ну, давай, с игристого. Вы же профессионал. Ну, действительно, знаете, игристом это блюд. Это блюд, это классика. Девять месяцев на осадках. В принципе, здесь те же. Сейчас гордость приятная, хорошо сбалансированная. Повышает аппетит. Поэтому и игристое блюд обычно дает правила регустации. Смотрим, как вы. Здесь мы еще смотрим на игру пузырьков. Кстати, это очень правильный бокал. Ароматы. Давайте попробуем за ваше здоровье. У вас есть саппетчика. Белый фон. Очень хорошо, потому что, как вы видите, вино очень много нам говорит. Что мы видим? Специалисты сказали бы светло-салонную. Да. Что говорит этот цвет? Это говорит, что вино сухое и что оно молодое. Потому что старое вино со временем, тем не и лентарного цвета, будет коллекционное. А потом еще слайдки вино. Там больше сахара. Само по себе вино более полное. То есть получается, что оно более золотистое. Крутим в бокале. Для чего мы это делаем? Крутим в бокале. Чтобы болит по словам бушаном. Чтобы оно потом в голове не крутится. А-а-а. Это шутка. Это шутка. Опасно. А если вы покрутили, то на стенах. А это называется, знаете, они, которые говорят, пессимисты, говорят слезы, а остальные говорят омские ножки. Почему? Знаете, они могут и такие тоненькие, и подолжие. На самом деле, если они идут вот так другообразные, то плантации именно с центром азона. Во вкусе, что вы чувствуете? Ягодки. Ягодки. Опять же, фрукты. А вы знаете, что это не вкус на самом деле? Это тоже аромат. Вкус это сладкая, соленая, кислая и горькая умами. Умами с японского переводится как приятный вкус. Это колбасы, сыры. Поэтому нам хочется еще одного пупербродика. Еще одного пупербродика. А вот то, что мы чувствуем в ягодах, то на самом деле это тоже аромат. Поэтому мы чувствуем так. И ретро на заднем. Если мы закроем, то мы этого не почувствуем. Дело в том, что гривны сразу пахнут. Он пахнет как мармелад. Потому что крупный. 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 Крупный, да? Конечно. Крупный. 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 Горь. Когда не крутитесь. Даже некоторые даже семинары. Оно прям очень посвященном пахнет. Крупный. Крупный. Это сложно. Это ее сеточка специальная. Это очень ягодная. Другая ягода, да? Угу. Ягода маленькая. Розе, конечно, да. Кстати, оно не выдерживается в бочке. Да, очень. Потому что это вино одного или двух. Наверное. Я такой вино не вижу. Да, он вкусно сыщен. Тем более, что здесь кислый. Нет, не вкусно. Вот это поралось. Особенно у меня. У меня розе. Кислая розе. У нас возле винограда смородина росла. И запах вина был смородины. Смородина. Он и так по себе каварна. Идает смородина. А если еще рядом смородина. Мы были в восторге. Что я хочу сказать. Освободите один бокал. Если вам не по вкусу и другим. Можете вылить. Но кто первый вылит, тот по концерту. Я как-то не выучила. По сравнению с этим. По сравнению с этим. Вот это. Это по сравнению с этим. Вот это. Можно. Знаете, ноги споласкивают. В первом следующем вино. Тем более красный минус. Потому что мощный. А шампуньская. Мощный. То есть не будет. Правда и не очень сладкая. А другие арабаны делают. Нет. Это самый изобретивший сок. Такой изобретивший сок. Так нельзя. Ну, варень. Судкин. Горький. Меса с бокалом вина. На улице. Вьюга. У тебя снижение. Нет, у меня всегда. Правда, я не буду такого уже давно. Это уже только в сказках осталось. Это прям хорошая красная вина. О, пахнет как... Прямо... Да, настоящая красная вина. А здесь, знаете, как в семье. Мощно пахнет. Кабарне. Мощный. Ну, как вам? Какой больше всего понравился? Можно бутылочку? С собой. Нам тут это очень понравилось. И шампанское, ну, и белое. Так, время же еще есть. А ты ту бутылочку снял? Нет, ту не снял. Еще вот ту вот. Можно, пожалуйста. Да. Пожалуйста. То есть вместо воды долго не выпьешь. Ну, вот это ароматное, а вот это вкуснее. Да, да, да. Это, конечно, подойдет к морепродуктам. Здесь, кстати, даже если мясо белое, оно не должно быть и жирным вот с этим. А здесь можно и пожирнее. И вот и соус. Передежи, передежи. Передежи, вот это белое. Не, ну, она вкусная. После красного попробую. После красного. Вот их, если... Если его сравнивать, да, чередовать, то каждый раз меняется вкус. Да. Она наоборот приятнее. Какое-то где-то было кислее, а другое, потом было кислеще. А теперь смешайте все в одно. Можно вот это вот еще? А теперь как-то есть, пожалуйста. Да, поэтому... Не, ну, вот теперь... Это должно быть приятно, да. Там какой? После красного теперь вот это... Вкусное. Вот то приятней. Это розе. Вот то. Нет, розе приятней. Ну, это понятно. После красного. Да. Поэтому ей сначала идет белое, розе и красное. Потому что если мы возьмем когор, мы остальных просто не почувствуем. Не почувствуем. Вот что дело. Ну, вот что дело. Симсим, откройся. Получилось. 251. Так, напробовались уже... Ой, камеру держу неправильно. Уже пьяненькие. Очень интересно, но ничего не понятно. Об этом надо разбираться. Выберем сейчас в магазине вино. Потому что сентябрь. Дни рождения не заканчиваются. Вот. И я думаю, что игристы надо все равно взять. Вот смотри. Вот это, да, она брала? Мы пили вот это. Сейчас. Да. Это Василисе понравилось. А, вот синее еще есть. Брюд Альфинс. Это что, она... Крепче. Крепче. Василис. Вот это брюд брать тебе, то, что газировочка была? Нет, это то, что здесь было. Да, здесь, да. Сладкая. Вот это. Все, еще вот это берем. А чего? Так ты взял. Это другое. Подождите, это одно и тоже? Нет, это не сладкое. Это в кинотеатре. Это идет по методу аморони. Это сладкое, магнифик. А там что мы дегустировали? А то, что мы дегустировали? Сейчас покажу. Подождите, а вот это вот одно и тоже? А, вот это? Ну, это идет более дорогостоящий само... Ну, это брюд, это розе. Я думаю, что это не одно и тоже. Это у нас вельберти. А когда? Это сухое. Оба. Смотрите. Вот это одно и тоже? Нет. Вот это мы пробовали на дегустации. Это в кинотеатре. Ну, как я и сказал. Я иду и топать. Да. У нас же у меня только не на камеру пьет. Нет, она вообще не пьет. Какое взять? У меня просто скоро день рождения. Сотка. А вот это то, что... Нет, а вот это то, что сейчас... Взяли немножко тихот. Не видно ничего. Вот. Взяли немножко вина. И еще пакет. Покажи. Вот, пакет взяли еще. Немножко попробовать. На дни рождения, на все праздники. Вот. И сейчас пойдем еще посмотрим там, что еще есть. Экскурсия стоила с дегустацией 600 лей. На локации? Да. Это 30 долларов с человека. Мы пробовали. Папа не пробовал. У него вышло 400 лей. 20 долларов. Просто экскурсия. Папа вышла. Да. И мы сейчас в этом местном ресторане пообедаем. Тема, остановись. Да, да, туда. Улыбайся. О, мучу. Убери камеру. Камера, пуски. Нет, я не буду фоткать. Я просто в пальцах буду. Ну, давай. Все. Теперь убирай. Мама сфоткает тебя. Зайка, фоткай. Он готов. А теперь нас. Давай я... Уже снимает видео. Давай еще. Всем привет. Мы уже напились вина. Попробовали. Всем привет. Сейчас мы будем обедать. Да. Я буду есть. Направляй на себя камеру, когда ты говоришь. Ты будешь возле бабушки сидеть или возле папы? Как? Нет, вы налейте, а я просто... А вы уже все налили. Зайка, немного дегустации. Мы после дегустации все нормально. Спасибо. Ну, давайте, за встречу, за знакомство. Мне очень понравилось. Так весело получилось видео. Просто весело. Спасибо. А я буду. Я буду. Давай мне. Давай мне утерк. Ой, я забираю все. А мясо все не надо? А он сказал, что он не хочет. А мясо ты будешь что-то? Я ему дам соус. Пробую. У меня курица в сливочном соусе со стучковой фасолью. Дай кусочек. О, стучковая фасоль, она свежая, обжаренная, но скорее всего это свежее мороженое. Но она хрустит, то есть ее не переварили. Очень вкусно. И сливочный соус обалденный. Ммм. А курочка сочная? Она соленая. Да? Пересоленная, да? Стоит пересоленная. Но вкусно пахнет баклажанами. Очень. Ммм. Такой аромат. Курочка сочная. Это челагач. Это челагач и баклажаны, я так понимаю. А, нет, с фасолью. С овощами. А, это фасоль. Да, точно. И с жареным. Нормально. А мне соленый. У тебя перченый. Да? Да, попробуй. Мам, он перченый. Нет, у тебя кислинок уже нет. Я прям перченый. Перченый? Нет. Я не почувствую перцу. У тебя тарелка в перце. А, вот это работает. Это не скачивая просто. Поэтому она не работает. У тебя не такое, попробуй. У меня другое. Мама перченая прям. На этот. А что, у вас одинаковая? Не, не надо. Смотри, у тебя нет вкопления перца. А у мамы прям все в перце. А у них это молдавская кухня. Да. Плацинда здесь, это же как кишка ихняя. Ух. Она должна быть вкуснейшая. А знаешь, что у меня? С творогом, зеленью. Очень вкусно. А у вас очень вкусно. И тесто прям тает во рту. Попробуй. Сейчас попробую. Очень вкусно. А, кобычку? Угу. Боже, какая плацинда. Это просто шедевр. Да. Аплодированная. Мы не зря заехали в Молдавию. Так что обедаем и попозже встретимся, друзья. Приятного аппетита. Давай. Нет, я хочу поверить. Это надо ниже делать. Сильнее позаворачивай. Вот, еще сильнее. И чуть-чуть медленнее. Чуть-чуть. Нет. Все. На камеру, снимай лавушку. Папушка, снимай все. Уже остались. Василий. Все деньги уже дали. Ты сюда не что? Достань воду. Так, мы посидели на 63 доллара в заведении, которое находится при заводе с одной бутылкой вина, которую мы брали на дегустации, которую мы дегустировали. Это прямо на четверых. Четыре основных блюда с бутылкой вина, кофе. Это достаточно дешево. И было все прям очень вкусно, прям очень вкусно. Мясо сочное, овощи вкусные, ничего не сгорело. Соус доведен на вкус. То есть, вот здесь я советую. Я советую. Реально очень вкусно было. И мы, я думаю, что уже пьяненькие поедем в торговый центр. До встречи в торговом центре. Да, да, деньги стоят. Такой, типа, оп, в кармашек положите, положите. На, ему мелочь. Нет, я тоже хочу достать. Ну, успей ему? Одно, трое. Спей. На, дай ему. Не знаю. Не знаю. Это мелочь. У меня вот целая куча. Вот. Один. Класс, да? Я там давай. Мультибески. 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 Приехали в самый крупный торговый центр Молдовы. Это Молдова. Но почему-то не смогли заехать, потому что там стояло большое количество полиции и пожарных. Я надеюсь, он не заминирован. Как-то странно. Ну, мы пойдем узнаем. Может, там какое-то мероприятие просто. И поэтому такое большое количество полиции. Не знаю. Сейчас посмотрим. Что-то как-то странно. Большое количество людей на улице стоят. Там скорые стоят. Неужели реально что произошло? Видите, а закрыт? Да, закрыт. Сейчас стримул. Заминирован? Сказали. Черт. Я думал, мероприятие какое-то. Да нет, какое мероприятие? Кошемат. Давно уже? Ну, два часа. Ого. Заминирован, сказали, уже два часа как. Разбираются. Капец. Сказали, пожалуйста, отойдите. Проводят операцию. Ну, вот почему мы здесь стоим? Сейчас было в окно. А вот. Приехали вот в Зити Мол. Надеюсь, он не заминирован. Пойдем посмотрим, что тут есть. Пойдем. 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 Честно, да? Аттракционов здесь нет. Да. Так что поедем, наверное, отдыхать за киндером, да? Набираться сил. Нет, мы найдем тут шоколадный киндер с сюрпризом. Ну, надеюсь, он здесь есть? Может быть, здесь есть шоколадный киндер с сюрпризом. Посмотрим. Большой. И большой. Либо маленький. Так что, друзья, подписывайтесь. И средний. И средний. Ставьте лайки. И до встречи. Лайки и до встречи. Увидимся. Пока.